Ольга, как вы думаете, после инаугурации 7 мая, какие первые репрессивные законы и меры примет Владимир Путин? Знаете, ему не надо задать инаугурацию, чтобы принимать репрессивные законы и репрессивные меры. Вы знаете, я вот почитала сейчас очень много материалов коллег по поводу, например, конфискации имущества. За конфискацию имущества, за фейки, за всякие разные экстременты, прочее, прочее. До сих пор, да, конфисковывали имущество, и это на самом деле новинка 23-го года. Его конфисковали, но конфисковывали в виде инструментов совершения преступлений, то есть компьютер-телефон. Но дело в том, что, например, ничто не мешает, никакого закона принимать не надо дополнительно, вообще никакого. Если, например, выяснится, что какой-то человек, изготавливая так называемые фейки об армии, например, при этом живет сам на деньги от сдачи квартиры. Ну, значит, это, в общем, в конце концов, имеющие непосредственное отношение недвижимость к его преступлению, например. Вот такие вещи, они, на самом деле, уже все принято. Единственное, что не принято, не отменен мораторий на смертную казнь, а все остальное вообще действующими законами можно делать все, что угодно. Выживите, как увеличиваются сроки. Мы разве с вами еще даже два года назад, уже во время войны, разве могли себе представить сроки в 27 лет, в 35 лет? Ну, не было, 25, а дальше пожизненное. А сейчас, пожалуйста. Вообще, речи не было о таких сроках. А сейчас, само собой. Разве могли себе представить, что Лилию Тянышеву приговорят к 7,5, потом догонят и еще добавят два года? Ну, вот разве это можно было себе представить? Нет, невозможно. Это же сталинская практика, потому что по 58-й сначала давали 10, а потом давали 25. И, в общем, они так увеличивали. То есть он оттуда черпает вдохновение? И с тех времен? Да вы понимаете, все это как-то очень слишком просто. Понимаете, слишком просто мы говорим о возвращении 37-го года. Слишком просто мы говорим о том, что вот ГУЛАГ никуда не делся. Слишком просто мы говорим, что Путин косплеет Сталина. Ну, в общем и в целом, это, конечно, в общем все так. Но и Путин, я бы сказала бы, творчески развивает это все. Очень сильно творчески развивает. И он не косплеет все это один в один. Конечно, ему из российских разнообразных вождей больше всех нравится Иван Грозный и Иосиф Сталин. Причем первое время больше Петр, но Петр рубил окно на Запад, а это сейчас не очень здорово. Поэтому все-таки Иван Грозный с его колониальной политикой взять указания и, пожалуй, Сталин. Но это такое, что называется, на безрыбье, на безрыбье русской истории, которую он так любит. Ну, рюрики еще, да, потому что они вообще там к ним ничего не пришли и все сойдет. Точных данных не имеем. Поэтому нет, не 1937 год. 1924, 1925, будет еще 1926. И я вас уверяю, что историки будут изучать его совершенно по-другому, нежели 1937. Конечно же. Просто диктаторы, они, в общем, скорее все чем-то похожи. Ну, похож ли Путин, я не знаю, на генерала Франка или на Муссолини? Да похож, да всем похож, да много чем похож. А уж на кого он особенно похож, я уж даже говорить не буду, потому что он надоел. Продолжение следует...